Рыбница Здесь осенью 89-го еще до референдума собираются массовые митинги. Люди выступают против закона о языках, который только что приняли в Молдове. Когда население, более 40% русскоговорящих, буквально по срокам 3 месяца заставляли бы говорить и пользоваться языком даже чуждым, потому что румынский язык чужд был жителем Приднестровья, да и той же самой Молдовы, в которой, собственно говоря, когда-то была оккупация со стороны Румынии. Для Молдовы нужно было уничтожить людей, прибрать ту промышленность, потому что на территории Приднестровья более 60% промышленности, хотя территория маленькая, а промышленности много. А сама Молдовая – это аграрная республика. В 89-м по всему Приднестровью проходят забастовки и создают Объединенный совет трудовых коллективов. В Рыбнице народным лидером тогда стал Анатолий Беличенко, в то время директор ММЗ. Там же работал Владимир Воеводин, один из основателей ОСТК. Среди организаторов Рыбнинского референдума и Анатолий Молгачев, потом он стал первым председателем Приднестровского ЦИКа. Идею создания отдельной республики в составе союза озвучили на сессии Рыбнинского горсовета в сентябре 89-го. Я помню эту сессию, потому что именно мне довелось озвучивать это предложение. Я помню этот холодок по спине, потому что в зале наступила мертвая тишина, а потом зал взорвался аплодисментами. Народный фронт пытался там вывешивать какие-то свои плакатики. Где-то там из-под тишка там угрожали, что ну-ну-ну. И нам они угрожали. Мы были депутатами этого самого 20-го мятежного созыва. Каждому депутату отдельно гранату. Нам все обещали. Но у нас была громадная поддержка народа. Тогда и решили провести референдум. Но такой практики в СССР раньше не было. При этом уже была поправка в Конституции, что можно решать важные вопросы, в том числе местного значения, на всеобщих голосованиях. 91-я статья. От нее и отталкивались. В Рыбнице сами разработали положение о референдуме. Я обязана подчеркнуть огромную роль Валентины Ивановны Марку, секретаря горосполкома. Потому что надо сказать, что официальные власти тогда дрогнули и не пошли с народом. Наш горком, он в принципе даже антиагитацию организовал. Говорил, что это неправильно. Давайте ждать съезд. Давайте ждать пленум КПСС по национальной платформе. Мы понимали, что промедление смерти подобно. И вот она взяла на себя, проявила женщину, такое гражданское мужество. Потому что она была очень опытным специалистом, юристом. Работу по организации референдума взяли на себя забастовочный комитет коллектива предприятий. 3 декабря 89-го в Рыбнице открыли 21 избирательный участок. Бюллетени были на трех языках – молдавском, украинском и русском. Выносились два вопроса – создание республики и самоуправление в Рыбнице на основе равноправного функционирования всех языков. Самоуправление объявили, чтобы не подчиняться тем законам и той дискриминации, которая бы последовала обязательно. Но на условии равноправия трех языков – русского, украинского, молдавского. На референдум люди шли, как на праздник. Людмила Коломеец написала стих о народном голосовании. Вот отрывок. Рада этому дню может быть, как никто. Нынче каждый поймет, он решает. Голос свой даю и опросный листок на родном языке выбирает. Уже к полудню было понятно – референдум состоялся. Явка была колоссальная – больше 80%. А результаты референдума оглушительные даже для его организаторов. За создание республики проголосовали более 91% рыбничан. Вместе с бланками бросали записки. Разные писали. Он сказал, что мы за то, чтобы разговаривать на всех языках. Мы не хотим разговаривать на одном языке. Мы хотим быть, как раньше были в Советском Союзе, чтобы все были одинаковые, чтобы никого не превозносить выше статусом. Декабрь месяц. Но, говорят, шли, как говорят, с горячей душой. Есть уже поколение детей, которые на сегодня даже не подозревают, что такое было. Для них очень естественно, как дышать, как смотреть на это небо, разговаривать так, кому как удобно. Если они забудут о том, что мы прошли, и что на самом деле сколько сил было положено за это право сегодня бежать и кричать, пацанам на молдавском, на русском, обнявшись, идти и разговаривать, и понимать друг друга, что за это было отдано не только много сил, а, собственно говоря, были человеческие жертвы. Референдумы, как в Рыбнице, потом прошли во всех городах Приднестровья. Народные голосования легли в основу решения, которое приняли 2 сентября 1990-го. На съезде депутатов всех уровней в Террасполе. Создать Приднестровскую Молдавскую ССР. Позже были тоже важные референдумы, где выносили судьбоносные для страны вопросы. Следующий референдум состоялся у нас 1 декабря 1991 года, когда совместно с выборами президента прошло голосование за создание независимой Приднестровской Молдавской Республики. Более 98% высказалось за в этом вопросе. Через несколько лет, в 1995 году, 26 марта, прошел референдум о статусе 14-й армии. Потому что возник серьезный вопрос о выводе ее с территории Приднестровья. И уже через несколько месяцев, 24 декабря 1995 года, состоялся еще один референдум по принятию Конституции ПМР и вхождению ПМР в Содружество независимых государств. Еще один референдум у нас был 17 сентября 2006 года. Тогда подтвердили курс на независимость и будущее вместе с Россией. Продолжение следует...